Средний чек 10 900 со скидкой был. 10, 20 и 100. Луч, солнце, золотой. Заглядываешь на улицу. Моя территория. Друзья, всем привет. Меня зовут Федор Спиридонов. Меня зовут Илья Терновой. Сегодня у нас в гостях Екатерина Ершова. Девушка, которая преподавала вокал, занималась ивентом и сделала сразу по двум направлениям два вебинара для того, чтобы определиться, какой ниши ей дальше развиваться. Об этом мы узнаем сегодня в ходе нашего интервью. Сегодня она расскажет о том, как уйти от малоприбыльной творческой деятельности в онлайн-образование и зарабатывать там столько, сколько ты хочешь. Ну и если вы хотите ровным счетом также открыть свою онлайн-школу, чтобы монетизировать свой талант, то записывайтесь на наш мастер-класс. Но мы пока пойдем и пообщаемся с Катей. У нас очаровательное нежное создание Екатерина. Но она еще не просто очаровательная нежная, она еще у нас и предприниматель такой волевой, и, я так понимаю, и представляется, и экспертность. Да, я в одном лице эксперт и продюсер. Меня зовут Федор. Екатерина. Мы уже заочно познакомились. Екатерина. Давай на камеру, да, когда-то мы еще не знакомы. В общем, расскажите про свою нишу, но прежде, конечно же, хотелось бы упомянуть, что мы разберем более подробно, как вы подступились к онлайн-образованию. Чем вы занимаетесь? Мы, конечно, изучили уже досье на вас, но тем не менее. А можно на «ты»? Да, конечно, можно на «ты». Я продюсер голоса, я продюсер вокала. Те люди, которые хотят научиться петь, они ко мне приходят, и я им ставлю голос и выстраиваю систему, что им нужно сделать, как правильно дышать, какой материал выбрать, как сделать даже свой образ. Потому что я начинаю первый модуль, у меня поиск себя, human design, как сейчас это модно, чтобы они прокопали себя, изучили, что им действительно важно, о чем они могут петь. Если они это найдут внутри себя, тогда будет голосом пользоваться проще. Потому что тогда будет понятна тема, что человек хочет сказать своей песней. То есть вы еще не ставите речь, чтобы человек звучал красиво, не обязательно за счет того, что он поет, да? Да, да, да. К вам, в принципе, может записаться человек, чтобы мы поняли, насколько у вас узкая или широкая ниша. У меня как раз очень широкая. Я такого курса еще не видела, то, что я делала. Потому что если кто-то делает, да, я специально его делаю так, чтобы быть номер один на рынке, чтобы у меня была уникальность своя. Потому что многие, тот, кто обучает вокалу, они только в основном про вокал. Иногда немножечко про сценическую речь. Я об этом тоже говорю, потому что, в принципе, есть очень много нужных упражнений, которые помогают и в вокале. И заметила те, кто даже вокалом не занимается, но хочет хорошо выступать, быть оратором. Если им даже сделать упражнение по вокалу, у них будет голос звучать лучше. И им будет проще пользоваться своим инструментом. Ну, я посмотрел, у вас прямо такое четкое классное описание сразу всех модулей. Вот, здесь посмотреть, что в какой этап. Да, мне очень понравилось ваш сайт. Мне тоже понравился. Делала сама, если честно. Сами? Да, на платформе. О, вы нам сделаете? Ну, если только, знаете, скопируй ваши данные. Давайте договоримся. Самое любимое Илюхина розовое, так что... Фиолетовое. О, да. Розовое фиолетовое. Это фиолетовое. А он еще и дальтоник игрался. Ну, первый экран, он такой больше фиолетовый. У меня, кстати, возник такой вопрос по поводу ценовой политики пакетов, потому что такого разброса в цене я, честно говоря, не встречал. Ни у кого не видели. 10, 20 и 100. То есть это яма в 80 тысяч рублей, она... Вы знаете... Как она? Она сделана специально, да, для того, чтобы люди такие задумывались и понимали ценность вот этого пакета за 100 тысяч рублей, или для того, чтобы все-таки они такие, типа, блин, это дорого. Будем брать средний пакет за 20 тысяч рублей. Вы знаете, на самом деле на вебинарах так и происходит. Если в пакете базовом они понимают, что там нет индивидуальных занятий, как они будут заниматься вокалом? Все берут стандарт. У меня сейчас запустилась первая группа, 10 человек. Обучается и все пакет стандарт. Зачем я сделала такой разброс? Изначально я просто шла, как обучал нас акселератор. 10, 20 и что-то очень дорогое, да. Но при этом за 100 тысяч, если вы внимание обратили, там есть... Когда я человека выстраиваю полностью для того, чтобы он записал свою песню. То есть я не могу просчитать свое время индивидуально. Кто-то поет, а кому-то нужно несколько дней посвятить, чтобы он песню полностью сделал, режиссуру. В то же время там написано, когда нужно сделать раскадровку его режиссерского клипа. То есть они все приходят, и никто, даже профессиональный артист, не знает, что он хочет в своем клипе. У меня режиссерское образование есть, режиссура кино, флага позволяет. Я могу, по крайней мере, первые идеи, первую раскадровку ему расписать. Ну а потом, конечно же, я делаю хорошие скидки на вебинары. Но это вначале. А там посмотрим. Если я пойму, что у меня будут покупать по такой цене, естественно... Такое ценообразование, оно продиктовано акселератором, в общем-то. Ну в том числе нам сказали, «Цените свое индивидуальное время». Там очень много индивидуального моего времени. Хорошо. Я буду некие такие вот инсайты для себя помечать, что нам пригодится в нашей онлайн-школе. Вы знаете, Стрельцов нам рекомендовал как раз книгу, где нужно прочитать, что «Цените свои знания, цените свой продукт». Как и когда случилось знакомство с акселератором? При каких обстоятельствах? Это интересная история. Я была на конференции в Синергии, и они как раз выступали и рассказывали про кейс Веры Черневич, как можно зарабатывать, по-моему, они сказали, от 3 до 8 миллионов. Я уже не помню, ценник какой. Я подумала, можно, значит, на обучение. Я давно уже преподаю, более 10 лет. Но мне это не нравилось, потому что это приносило малый доход. Мне больше нравилось выступать, режиссуры, ивенты, организация мероприятий. Я думала, что педагогика – это такой малодоходный на самом деле бизнес. Тут я посмотрела, что это можно, первое, себя хорошо упаковать и продать. И второе, я, конечно, очень устаю, когда у тебя много учеников, говорить одно и то же. В основном, одни и те же ошибки у всех в вокале, в сценической речи. И зачем повторять сто раз одно и то же, когда это можно записать и продать, и человеку уже доработать на индивидуальных занятиях. То есть он может посмотреть это все в онлайне. Потом я смотрела полгода за ними. То есть я наблюдала, я думаю, сколько же интересно стоит. На тот момент у меня не было 200 тысяч рублей, свободных денег, и мне пришлось взять кредит. Меня многие отговаривали. Я писала это уже где-то там в соцсетях историю. Сказали, зачем тебе это нужно, ты тратишь еще дополнительные деньги. То есть я сказала, нет, я буду сделать. И все, я за три месяца потом кредит закрыла. Сейчас уже, пока еще в ноль не вышло, все-таки затрат было больше, но уже все-таки первый поток и часть затрат я уже купила. Унлайн-школа запустилась когда? У нас стартовал 1 апреля. 1 апреля? Да, а пришла я первого. Вот в этом. Вот недавно. Да, вот у меня буквально сейчас у них проходит игра. Точно так же. То есть они обучаются, и я буду им сегодня рассказывать, что я здесь. Сколько за первый поток было людей? У меня сейчас 10 человек в этой команде, и все купили в основном пакет стандарта. Это средний. Средний чек 10 900 со скидкой был. Но при том есть 3 человека, которые взяли в рассрочку. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. А сколько денег было потрачено на разработку лендинга, на запись курсов, вот на все это? Лендинги я научилась еще делать сама давно на платформе LP. То есть делаешь, отправляешь эксперту, который в акселератор, он тебе дает обратную связь, снова делаешь. Курсы я записываю пока дома. Ну, благо, что я год назад хотела тоже делать когда-то YouTube-канал, но не знала, с какой темой. Я в свое время купила камеру, петличку, сейчас мы докупили свет, почти как здесь студия, но только чуть проще. И я просто записываю на своей там белой стенке, а потом в программе Adobe Premiere Pro это все монтирую. Сколько времени прошло с того момента, как вот курс уже был записан, все было сделано, лендинг, и вот начальный этап, когда только это начиналось все делать? 1 октября пришла 19 поток. И с полгода мы условно, да? Запустила и то, и то. Два вебинара умудрилась запустить, два лендинга, а потом все-таки остановилась на вокале. А потом дорабатывала лендинг, и получается, что в апреле мы стартовали. У вас есть сейчас уже на данном этапе какие-то там чаты, какие-то, не знаю, закрытые? Да, закрытые для тех, кто купил, и там, для того, чтобы общались. Да, я сразу же их добавляю в чат WhatsApp, и у меня закрытая группа ВКонтакте. Скажу сразу, у меня сейчас получилось так, что я продала, да, этот первый курс, первый поток, они запустились, и они получали задания по мере необходимости. То есть они их выполняли, а я их записываю. У меня сейчас вот второй модуль, игра, да, и в том числе вчера было задание, сегодня задание, я его тоже приду домой. Играет актерская игра или как-нибудь? Она больше на преодоление на публичность, то есть как человек может на 360 градусов повернуть в свою жизнь, выйти из зоны комфорта. Вы знаете, я думаю, что сделать такое, или прямо заставить их петь в электричке, чтобы прям почувствовали, да? Я не стал делать, честно скажу. Я сама так в жизни не делала. Мало того, почувствовать и заработать. Я им сказал, еще и купите свой курс. Ну, они у меня такие, первый поток, да, такие, мне сказать, что прям драйвовые, они более скромные, такие творческие. Вы знаете, поющие, но боятся все. И я поняла, что еще раз, нужно больше профессионалов про голову, да. Хотя они поют, они звучат, самые интересные. При этом ставят все барьеры. Это уже выход за рамки какого-то, ну, сложившегося, уставившегося мнения по поводу того, как себя нужно ввести в социуме, да? То есть у нас, ну, все равно есть никакие-таки штампы, клише, вот, тем более, мы такие, относительно северяне, да, то есть, мне кажется, тяжело людям на постсоветском пространстве выходить за рамки. Да, 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 да. И вот чтобы они как раз не боялись, я придумала им как раз игру, чтобы они делали то, чтобы обычную жизнь они не хотят. Постепенно или сразу, как там, знаете, там, вывезли на середину озера и плюхнули? Ну, все-таки постепенно. Пока есть, они подрастающие, эти задания каждый день, да? Ну, всех-всех секретов раскрывать не будем, этого лучше записывать. Электричка, это вот... Сначала у электрички. Да, да, да. Луч, солнце, золотой. Заглядываешь на улицу. Там оно, ну, опа, нифига себе, я уже здесь. По градации сложности задания электричка где стоит? Последняя. Есть в метро же специальные отдельные такие зоны, где можно вставать и петь. Вот я об этом тоже подумала. Договориться с метрополитеном, наверное, в данном случае. Я вчера бы не думала. Но мне кажется, с ними договориться проще, чем с людьми, которые крышуют электрички. С колотушками такие. В моей территории. Ты как-то поняла то, что вокал, потому что это же преподносится как хобби, да? Да. То есть, в первую очередь, не как зарабатывание денег, да? Можно потом, но пока все-таки это как хобби, как внутреннее. Да, вот как потом, вот сейчас. И ивент. Ивент ты преподносила как возможность зарабатывать денег. Да, да. Почему вот остановилась именно на вокале? Больше был отклик? Или просто тебе стала, не знаю, эта тематика ближе, ты почувствовала, что ты чувствуешь себя здесь увереннее? Что повлияло на такие факторы? И решила начать с вокала, а потом закончить ивентом, чтобы была годовая программа. Потому что, преподавая оффлайн, да, в школе, в других школах, не своих, когда я преподавала, я понимаю, что одна аудитория ко мне приходит на курс ведущих мероприятий, обучается, потом они хотят петь, потом девочки, многие, особенно женская аудитория, хочет делать мероприятие под ключ. Для них это, вот знаете, красивая картинка. Но мало кто из них знает, что это про бизнес, больше о том, как нужно считать деньги, делать продажи. Это больше об этом. Да, наверное, вот больше об этом. Я подумала, что мне они и то, и то нравятся, но все-таки, пройдя многие тесты, которые дает нам акселератор, я пошла тем путем, что мне ближе, теплее все-таки музыкой. Она меня мотивирует, я без нее жить не могу. Буквально вот вчера еще раз прошла тест по хьюман дизайну, я по нему в манифестер, сказали, что таких только 8% на планете. В акселераторе есть хорошее упражнение, да, пройди как раз тест по хьюман дизайну, в том числе, да, найди себя и пропиши вообще 50 тех тем, которые тебя вдохновляют, которые тебя мотивируют. Я, знаете, расписала, и буквально вот вчера ко мне приходит человек и говорит, вы знаете, у нас есть такая интересная площадка в виде замка, а давайте вы там курс снимете. Я понимаю, что я этот белый замок писала вот когда упражнения были, про него, расписывала про него, и потом понимаю, что люди к тебе такие притягиваются. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. По-моему, в битве участвуют, да? Да, участвуют. И там, по-моему, вот перед началом битвы ты проходишь тест. Вот там выявляют, по-моему, склонность к лидерству, да? Вот. Это тоже human design или что-то другое? По-моему, это другой тест. Просто у нас есть еще игру, когда там есть мотор, поддержка, контролер. То есть это другой тип. Понял. То есть я думаю, их много, хотя в принципе очень похожие. Но я думаю, да, поэтому у меня и возник вопрос, потому что они очень смежные такие. Соционика тоже похожие, может быть. Соционика. Ну да. Интересно. То есть это целый список, который в принципе похож, но разный. Я, конечно, не берусь за себя брать, что я прям глубокий эксперт в human design. Ну, настолько поскольку. Ко мне вот все из окружения люди, которые видят то, что я занимаюсь этим, да, вот, и они обладают какой-то экспертностью. Не знаю, продюсер он, может быть, там, в видеопродакшене или там, занимается человек тем, что он ставит людей на путь истинный, там, бизнесмены бывают, что добились всех своих результатов и в семье, и в жизни. Есть такие у меня знакомые, вот, они занимаются связью с космосом, там, травами и прочее, прочее. Но у них есть некий скепсис по поводу онлайн-образования. В вашем окружении, когда вы учились, все ли добились успеха? Если не добились, то почему? Вот, некоторые воспринимают, что это некое такое шалатанство, есть еще такой некрасивый термин инфо-цыгане, да, то есть, вот, как бы вы развеяли эти мифы, да, чтобы человек, ну, вот, наверное, я могу здесь реализоваться, могу здесь заработать. Я делала обзвон по своим ученикам, вот, буквально недавно приглашают на свой курс. И поняла, тот, кто делал домашнее задание, вовремя говоришь, сделать то, прописать, разместить на ютюбе о себе информацию, посмотреть своих конкурентов, это либо ведущие, либо артисты, либо ивентеры, посмотрите, если они делают и цепляются, и хотят, у них получается, если нет, все возвращаются обратно к своей нелюбимой работе. Это в оффлайне. В онлайне, я думаю, здесь будет то же самое, то есть, тот, кто захочет, я сейчас прям уже вижу по группе, кто-то сразу же отвечает, все делает вовремя, и по нему видно, что он цепляется за все возможности. Я думаю, что будет такое же, то есть, они изучат, и если они все сделают правильно по шагам, то они получат результат. Пока я не вижу разницы, то есть, все зависит от человека, больше от его характера, насколько он цепляется, насколько он начинает делать это все. Фактически, получится может у любого? Я думаю, что да. Ключевые люди, какие-то ключевые события, которые способствуют, я думаю, что без них тоже никак, поэтому что-то дано все равно нам свыше, не случайно, и тот же там Human Design, о котором мы сегодня говорим и ссылаемся, он нам дает анализ такой, что нам нужно вообще в этой жизни сделать. Если, наверное, есть у тебя вот здесь огонечек, у тебя зажглось, нужно попробовать, ну да, ну там потратишь 200 тысяч, обучишься, потратишь время, зато поймешь, что это твое или не твое, выстрелит, не выстрелит. Наверное, как-то так, да? Я думаю, что да. Если все могли заниматься бизнесом, то... Ну статистика 10%, только из 100 в хорошем случае выстреливает бизнесов. Поэтому я думаю, что тут точно такой же бизнес, точно так же ты работаешь, работаешь много. Да, конечно, я думаю, не будет так сложно, а оказывается, очень много, особенно, когда ты в одном лице. погружение самоотдачи на 100%. Да, 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 да. То есть, конечно, понимаешь, что нужна команда, и сейчас у меня как раз такой этап подбор команды. У меня даже есть девушка, которая очень хочет заниматься вокалом, у нее нет средств, она находится в регионе, она мне предложила, давайте я буду что-нибудь помогать, а вы меня обучайте, пожалуйста, имея музыкальное образование при том. Но у нее был перерыв, она ушла в семью, двое детей, потом потеряла немножко навыки и хочет обратно вернуться. И мы сказали ей, ну я сказала, что да, давай попробуем. То есть, ты будешь куратором моей группы, да, и будешь на замене обучаться, а там посмотрим, что из этого выйдет. Для наших зрителей по ту сторону экранов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, какое-то упражнение может быть, вот вокальное, чтобы они заинтриговались, прониклись, да, там, ну не знаю, которое поможет определить свой уровень, не знаю. Уровень вокала? Если кому-то вокал не нужен, но нужна там сценическая речь, речь поставить, человек часто на аудитории выступает, да, а у всех есть опыт публичных выступлений, кому-то он нравится, кому-то нет, ну, мы все равно хотим стать лучше, да, этот канал другие люди не смотрят. Давай дадим вот хотя бы, чтобы была какая-то индикация такая, да, то есть, на каком уровне человек сейчас находится? Первое, проверить дыхание, то есть, правильно ли вы дышите. Если поднимаются плечи, то значит, это показатель неправильного дыхания, то есть, нужно представить себя шариком и взять дыхание, чтобы вы почувствовали, как у вас живот идет вперед, ребра расходятся в сторону, тогда это правильное дышание. Правильно дышим животом. Вот мне и так живут большой, это еще больше становится. Ну, вы знаете, здесь как раз особенно касается девушек, которые любят я в тягу живот и буду смотреться, что у меня пресс. Вот здесь нужно не стесняться и расслабиться. Да, есть пресс, нет пресса, да, все равно дело это упражнение. Это первое. Второе, вам нужно попробовать. ты будешь петь лучше, если расстегнешь пуговицы. Может быть. Если расстегло, на кого-то может упить. Второе упражнение, как раз мы с вами пробовали по сте Триксу. Это не мое придуманное, это известный педагог. Вначале хорошо на нем ставить тоже дыхание. Попробуйте. Ну, здрасте. Я вам специально эмоционально даю. Я не готов к таким. Смотрите, у вас как, вот смотрите, диафрагма работает. Я отсюда прям вижу. Вот, вот, вот. Может не получиться, не получается больше следующего упражнения, да, с нотами. А у меня не получается. Ну, три ноты я играю на рояле, да. Можно было посчитать, что там три ноты. Здесь уже сложнее, потому что вам нужно держать дыхание, да, выдыхать. Насчет три. Нотами, да? Раз, два, три. У тебя прям какая-то конкретная песня, по-моему, да. Ну, хотя бы песню. Если не по нотам, любимую песню можно ходить, делать что-то по дому, и вот именно так. Все. И проверить еще третье упражнение, проверить грудной голос. Многие, знаете, говорят и поет тихо, вот прям в себе под нос. Ну, напеваю. Что нужно? Нужно найти грудной. Хей! Хей! Крикнуть, Хей! Хей! Вот. И потом через него найти уже свой грудной голос. И тогда будет он такой, говорит, о, поет прям такое мясо, да. Он просто грудным пользуется своим регистром, не напевает. То есть можно напевать песенки, да, в караоке. А можно полностью да-да-да-да-да-да-да-да. То есть сразу же будет понятно качество звука, оно другое. И вот простые три упражнения. Дыхание на и вот на ощущение грудного своего голоса, где его найти можно. Правда говорят, что когда ставится голос, ставится речь, человек преображается, его образ, скажем так, силуэт, аура передается по-другому. Я думаю, что первое ощущение просто меняется внутри себя, что ты можешь, ты владеешь своим телом, ты говоришь правильно, говоришь красиво. Потом, вы знаете, когда есть, вы знаете, упражнения для мышц лица, когда говорят что без операции девушки и мужчины могут выглядеть хорошо вы знаете что многие упражнения очень даже схожи на самом деле вот все эти губы в трубочку в улыбку да вот попробуйте сделать скулы свело да то есть мы разминаем наши мышцы губы язык это все потом конечно хорошо вот еще одно полезности по максимуму то есть упражнение перед выходом на сцену я там вот стараюсь разминать например там по щекам там до языком чтобы он был более пластичным какие-то может быть его упражнения там тоже дадите но это же на этом губочку не губочка да разминать помочать можно поныть не называю например сверху вниз до чтобы соединить голову и грудь не все кстати у него все получается например и снизу потом насколько далеко нужно уйти от людей чтобы делать спокойно и чтобы никто вас не мешал дома таки за каждое время до мероприятия если зима на улице сделать если разминку дома то вы просто судите мышцы которые потом с которым придете лучше конечно же прямо перед выходом ну даже если будете где-то там делаете много народа я думаю что ничего страшного ну там за кулисами обычно там все профессионалы да да они поймут что вы делаете что чем вы занимаетесь хорошо большое вам спасибо за интервью мега интересно но для нас в частности но что мы тоже вот ведущие поэтому очень много полезных лайфхаков друзья записывайтесь на курс к екатерине то что мы сейчас вам рассказали тоже практикуйте и конечно же ну совершенствуйтесь будьте пластичными мне кажется то что человек который прекрасно владеет своим причем аппаратом да и голосом принципе как инструменты для окружающих становится гораздо интереснее вы звучите по-другому и вас можно заслушаться ну а мы хотим заслушать сейчас чего полезного чего-то у классного дадите наши аудитории нашим зрителям скидка на ваш курс и например нужно определить размер скидки если такая вообще возможная больше будет полезности если ко мне люди запишутся на пробный урок до экспресс урок 30 минут и я могу сказать индивидуально что нужно сделать а чего нужно не делать в данном случае поэтому смотрите приходите и мы с вами можем договориться о пробном уроке когда давайте посмотрим по следующим образом в течение какого времени после выхода видео человек по какому-то промо-коду волшебному слову сможет к вам записаться на пробный урок давайте оставим в течение месяца в течение месяца после выхода видео по промо-коду по промо-коду ершова давайте по моей фамилии друзья по промо-коду ершова бесплатный урок по вокалу где вы получите анализ ваших данных правильно я понимаю да вам уж точно скажут стоит ли вам петь или не стоит в течение месяца после выхода катя лицетворение того человека который сделал себя сам она решила пройти путь от в онлайн-бизнесе от человека который разбирается с корней до самой верхушки да то есть она сама делает лейнинг она сама нагоняет трафик она обзванивает книжку своих контактов разбирается практически во всем и потом уже только планирует делегировать все это очень интересно было с трудностях так узнаешь вот так вот напеваю сюда достаточно легко и играючи хватает смелости вот вообще у творческих людей очень редко бывает такое что им вот действительно хватает смелости уйти до оставить свою профессию идти в бизнес и здесь пример человека который смог это сделать это похвально это круто потому что у нее она была снималась в сериалах в принципе да продолжаем действовать в таком духе она могла бы там достичь прям очень хороших высот здесь же она оставила сказала типа это прикольно это интересно как хобби наверное скорее нас я могу зарабатывать больше да это наверное признак такое объективные оценки какой-то реальности текущей потому что я даже по себе могу сказать ноги грезят там да там какой-то большой славой большой звездой да и мог бы не отказываться от этого что-то а может быть да то есть а когда это я может быть буду на передачу умалах вы не знаю какие еще могут там себе мечты рисовать до игнаться за большой вот такой какой-то мечтой вот но в принципе и здесь мы возможно взрываться но и нужно отдать должное тому что в бизнесе тоже можно себя реализовать вот поэтому ей прям большие аплодисменты громкие респекты да там все наши самые позитивные пожелания вот приятно ли с него будет брать пример